но такой набор у вас приличный смотрю вы знаете хорошие хорошие бойлы используете хорошие аксессуары у вас кораблик меня удивил понял теперь почему я хочу вам показать один аксессуар вот из этого пакета достань но дома возьми меня вадим зовут я слышу как вас ребята как представьтесь если ярослав упаковку возьми что мне интересно если вы видели уже эти шарики да мне интересно всегда первая реакция рыболовов на контейнеры вот можете вспомнить когда вы их первый раз увидели о чем вы подумали наши купы видео ваши ну можешь рассказать первую реакцию ощущение ну вот ну шарик с дырочкой ну то есть это бойл то есть вот ну если посмотреть на твою коробку то есть у тебя волосяная оснастка то есть ты используешь бойл это все у тебя как бы и тут пластиковый шарик который в принципе можно наполнить чем угодно что ты первый раз подумал ну просто было чем его наполнять не было но я например наполняю прикормкой просто вот элементарно у нас нету даже сейчас прикормки мои южноафриканские друзья чемпионы мира они меня научили это делать они берут крошат бойл и кладут в контейнер дальше они берут ставят нормальный бойл и такую забрасывают такой снеговичок контейнер с бойлом и когда я это первый раз увидел я но это было четыре года тому назад я говорю ребята зачем это делаете было тоже готовы принципе инструмента они говорят ну сам подумай странно что от тебя это слышать бойл который попадает воду он начинает работать там спустя там 20-40 минут зависимости от свежести контейнер начинает работать мгновенно потому что он пылит потому что он отдает и пылик в чем если мы сравним контейнер с пыликом пылик теряет в размере и нарушается баланс оснастки то есть мы ставим условно крючок четверку пылик там 14 16 до он потом начинает таять и крючок у нас становится больше чем насадка баланс снасти теряется ребят смотрите это история рассказывал тысячу раз но когда ли джексон написал свою книгу карп клиник и написал что карп ловится на паштет но паштет очень сложно доставить на расстоять но ссоре 150 120 да то мне пришла мысль в голову контейнер поставить контейнер и забралась я запатентовал потом запустил сделал и я люблю ловить на картошку и когда мы начинаем говорить о том что нужно собрать 10-15 компонентов сварить и заместить выдавить высушить ну прокатать высушить и потом только через неделю использовать то в контейнер мы кладем все 15 ингредиентов ничего не делаем просто пасту вдавили просто но и ловим в тот же день да то есть это добро пожаловать мир эксперимента ярослав так или не ну вот эти прозрачные шарики в продаже нигде нету они их только можно ну и только я их дарю подарили ну не все то что конечно у вас руках но мы сейчас вы выберете себе все что вы хотите вот те наборы которые вам понравятся вы их возьмете будет просто использовать даже если вы начнете их использовать через пять лет у меня есть такие оснастки которая вот я покупаю допустим новинки и они приходят ко мне уже заходят там через три-четыре года вот например фидергам я когда купил пять лет тому назад и три или четыре года но лежала у меня в коробке и только когда закончились там все отводики я его взял поставил и теперь без фидергама не езжу нужно чтобы оно зашло а когда например друзья научат ну научились использовать контейнер они уже тоже как бы не используют другую оснастку а просто экспериментируют цвет наполнитель и все такое конечно но на самом деле это дешевле чем бою это по времени это интереснее можно ком ну если мы собираем допустим снеговичок даже до один был такой один мы можем снеговичок собрать условно из четырех компонентов до такой 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 по половинке да то контейнер мы можем собрать хоть чего александр купай это компания трофей он ее хозяин но как бы он и вот он вчера он сейчас на сессии находится и ловит рыбу на армамеш сетку берет это нерастворимая сеточка он делает шарики такие по примерно 20 25 миллиметров наполняет ее своей смесью которую продают и он поймал уже четыре рыбы я ему сказал саша ну как бы мы дружим тут же написал ему на фейсбуке рю саша пора бойлы забывать сеточка армамеш сеточка enterprise силиконовая контейнеры карпелла но это то что в принципе начинает работать эффективно реакции пока не увидел но посмотрим ребята ребята я мне мне смотрите мне было бы намного интереснее если бы это раньше не видели то есть вот когда когда рыболов это видит первый раз у него сразу начинаются какие-то такие вопросы фантазии все такое да поэтому добро пожаловать мир эксперимента